В этом видео я хочу с вами поговорить про омоложение организма чисто внутренне. Я медицинский, нутрициолог, психолог, соответственно, омоложение организма это возможно. Кто хочет быть молодым, тот услышит меня и действительно, возможно, поможет себе сам. Первое, что нужно сделать, сколько бы вам не было лет, 30-40, меня здесь все слушаете за 30, потому что мне самой за 30. И хочется сказать вам, что для вашего здоровья вам нужен спорт. Любой, какой вы можете себе позволить. Будь то велосипед, будь то плавание, будь то танцы, будь то беговая дорожка, это супер важно. Потому что митохондрии это основа метаболизма, ключ к системам. И эти энергостанции используют кислород для расщепления топлива. То есть, если вас обманывают какие-то нутрициологи о том, что мы вам составим идеальную диету, они это обманывают. Почему? Почему я говорю слово обманывают? Потому что история бывает так, диета без физупражнений плохо работает. Я вам говорю это по многолетнему опыту. Другой момент, когда митохондрии работают, то у вас быстрее расщепляются жиры, белки, и это встраивается в ваш организм. Когда митохондрии повреждаются, происходит сильное окисление, и это может разрушать сами клетки. У окисления есть положительные и отрицательные стороны. То же самое с антиоксидантами, которые может вырабатывать организм. Чтобы действительно повлиять на здоровье внутреннее, вам первое, нужен регулярный здоровый сон, регулярный здоровый секс, гормон, кстати, мелатонин, очень-очень сильный антиоксидант, плюс регулярные физические упражнения, они помогают вырабатывать антиоксиданты и защищать организм от постоянного окисления, что может помочь остановить старение. Плюс я бы добавила сюда интервальное голодание и добавила бы сюда питание. Какое питание? Обязательно полезные жиры, для того, чтобы гормоны работали как следует. Обязательно, обязательно работа с омега-3 жирными кислотами. И супер важен витамин Е. Он защищает не только кожу от старения, но и от окислений, и морщин. И из всех жирорастворимых витаминов является самым-самым важным. Поэтому старение лица не так страшно, как старение сердечной мышцы, как старение внутренних органов. Это вот очень важно. Если есть вопросы по какому-то восстановлению, то пишите, с радостью вам отвечу. И еще один момент, что действительно нужно для омоложения. Многие абсолютно не понимают, что для омоложения не нужно огромное количество разных питательных веществ. Мне говорят, что я ем 6-8 раз в день. Все вот так, вот так, вот так. Организм трудится только на вывод. Поэтому именно периодическое голодание. Плюс иногда нужны витамины извне. И, кстати, интервальное голодание – это та история, которая работает с аутофагией и переработкой старых клеток. Соответственно, у нас у всех они есть. И дайте организму отдохнуть. Вот так, мои хорошие. И избегайте, знаете что? Постарайтесь избегать любой химической еды. Как бы она вам не казалась привлекательной. Как бы она вам не казалась какой-то замечательной. Это все временно. Поэтому настраивайтесь на долгую игру. И долгая игра – это что? Это ваше тело. Ваше тело – ваше дело.